всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия девочки наверное год или даже два назад увидела у одной блогерши вот такой коврик и решила что я хочу себе его связать зарисовала тогда узоры прям как идея фикс у меня сидела вот это вот мечта связать такой коврик как видите моя мечта воплощена в жизнь и сегодня я записала для вас мастер-класс по вязанию такого коврика из полиэфирного шнура давайте перейдем мастер-класса давайте поговорим о том что нам понадобится для вязания ковра ну во первых это шнур два оттенка у меня графит и белый шнур этот полиэфирный без сердечника то есть он мягкий и легко будет вязать его крючком крючок я беру под такую толщину шнура 5 миллиметров но имейте ввиду у каждого своя плотность и если вам у вас будет получаться слишком туго можете взять крючок номер шесть или крючок номер семь эти шнуры я заказывала на вал перес шнур называется король производство город пряжи москва цвет графит длина 200 метров вот в этой бухточки и толщина 5 миллиметров точно такой же такая же упаковочка белого шнура цвет белый 200 метров 5 миллиметров и и что самое приятное продавец в каждую упаковку кладет в два вот таких вот маркера вот здесь вы видите вот тут они оранжевые и у меня уже набралась вот такая связка маркеров пока я их распаковывала какое количество шнура ушло на мой ковер моего размера я вам скажу точно по окончании этого видео когда я свяжу этот ковер ну а сейчас мы с вами поговорим о схеме я ее распечатала сейчас покажу программу в которой я делала эту схемочку вы сами видите что схема достаточно мелкая чтобы по ней вязать хотя в принципе можно сориентироваться и по этой схеме но я вам оставлю обязательно ссылку на вот такую схему которая влезает на один лист и еще ссылочку на укрупненную схему поэтому вы сможете ее распечатать и уже комфортно вязать по крупным клеточкам схему для своего ковра я составляла в программе stitch fiddle оставлю ссылочку на этот сервис так что вы точно также можете воспользоваться как моей схемой так и составлять свои схемы в этой программе вот у вас будет вот такая схема и также укрупненная схема давайте посмотрим на вот этой крупной схеме где у нас находится рапорт узора я добавила 5 рядов и 5 столбиков с каждой стороны для окантовки ковра как вы видите вы эту окантовку может сделать поуже пошире то есть на ваше усмотрение соответственно если вы делаете два столбика по бокам то тут наверное два ряда будет логично да ну в принципе можно и здесь пять сделать здесь два на ваше усмотрение так как вы хотите то есть вот эти края по 5 клеточек в раппорт узора у нас не будут входить а сам узор начинается вот здесь то есть давайте я прям вот так вот попробую ручкой отделить вот так вот и раппорт узора у нас будет заканчиваться вот здесь я надеюсь что я сейчас прямо через камеру нарисую то есть вот тут у нас раппорт узора ну вот видите ничего страшного в общем вот он раппорт узора у нас заканчивается то есть вот с одной черной клеточки у нас начинается вот эта линия и здесь одной черной клеточки пошла следующая линия все вот он у нас раппорт узора и хочу еще сказать вот до этого места если мы свяжем то есть половинку раппорта вторая половинка будет повторяться только с другими цветами то есть просто будут в них меняться местами оттенки нашего узора все хочу сказать вам что схема несмотря на то что кажется она сложной она достаточно легкая то есть главное в первом ряду правильно сосчитать все вот эти вот клеточки оттенки и провязать первый ряд правильно дальше буквально в первых рядах вы будете смотреть где какой цвет у вас начинается а уже дальше с закрытыми глазами будете вязать все эти полоски я для своего ковра сделала расчет и у меня получилось два рапорта в ширину и 6 рапортов в высоту то есть у меня коврик ориентировочно 90 сантиметров шириной будет и метр двадцать где-то длиной чтобы сделать расчет вам необходимо связать вот этот вот рапорт то есть здесь 20 рядов высоту и 40 столбиков в ширину связали измерили и уже исходя из этих размеров определяете сколько рапортов вам взять в ширину не забывайте про вот эти окантовки которые вы добавите к своему коврику да с учетом этих окантовок посчитайте ширину ковра то есть сколько у вас влезет вот этих рапортов в принципе можно взять половинку рапорта и добавить ее вот сюда то есть это тоже возможно будет смотреться тоже красиво и хорошо и точно так же в длину вы сосчитаете сколько рапортов у вас влезет в тот размер который вы собираетесь вязать я думаю проблем никаких тут расчетами должно возникнуть это буквально математика 2 класса задачка для начальной школы и теперь когда мы разобрались со схемой определились сколько рапортов ширину у нас будет ковер начинаем вязать то есть я оставляю 2 рапорта соответственно 1 рапорт 40 столбиков 2 рапорт точно также 40 столбиков плюс мои 5 столбиков в ширину то есть мне сейчас нужно набрать 90 петель для того чтобы начать вязать свой ковер вот такая маленькая ремарка перед началом работы смотрите для того чтобы правильно подавалась нить из бобины расположите бобинку в какой-то коробке это может быть из подобной коробкой или еще какая-то все что вы найдете в своих подручных так сказать средствах вот и нить должна сам шнур подаваться вот таким образом немножко узковатая коробка сейчас немножко отмотается он будет легко оттуда подаваться то есть вот так должна раскручиваться бобина ни в коем случае не вот так то есть если мы шнур будем снимать с бобины вот таким образом у нас очень сильно будет перекручиваться сам шнур и вам будет вязать неудобно очень часто придется его разматывать как-то перематывать перекручивать в обратную сторону все я надеюсь понятно располагаем бобину таким образом чтобы нить не перекручивалась должна крутиться бобина все начинаем вязать как я уже сказала у меня крючок номер 5 делаю первую петлю и начинаю отсчитывать свои 90 петель как я уже говорила я достаточно свободно вижу если у вас не получается вязать свободно можете взять крючок немного побольше размером считаем 90 петелек итак у меня готова цепочка из 90 воздушных петель начинаем вязать первый ряд для того чтобы связать первый столбик без накида нам с вами нужно сделать петлю подъема на так скажем высоту первого ряда высоту следующего ряда и вот здесь вот обратите внимание на цепочку с одной стороны у этой цепочки петель косичка а с другой стороны вот такие бугорки если мы хотим чтобы у нас край ковра был вот такой косичкой значит мы вяжем вот за эти бугорки то есть вот я сделала петлю подъема и в первую за этой петлей в первый бугорок то есть вот смотрите вот она петелька мы ее как бы загнули на первый ряд вот у нас ведь как получилось и вот сюда вот в этот бугорочек вставляем крючок достаем петлю захватываем нить и провязываем первый столбик без накида ищем следующий бугорок снова заводим крючок в него достаем петлю провязываем две петли вместе это столбик без накида и таким образом мы провязываем весь первый ряд смотрите вот у вас что должно получаться то есть наверху у вас косичка и когда вы посмотрите с этой стороны здесь точно также будет у вас косичка а тут вот он первый ряд столбиков все вяжем наши 90 петель считаем их чтобы перепроверить себя потому что если в первом ряду вы сосчитаете неправильное количество столбиков потом возникнут сложности при вписывании узора ваш набор и так первый ряд провязан все столбики пересчитаны все правильно теперь смотрите у нас с вами вот тут вот во первых надо спрятать хвостик во вторых это очень важно послушайте внимательно нужно определиться как вы будете поворачивать свое вязание вот мы вяжем то есть ковер у нас будет уходить сюда вниз и он будет со временем очень большим поэтому нужно прямо сейчас в первом же ряду определиться в какую сторону вы будете переворачивать свой ковер для чего это нужно для того чтобы у вас сформировался красивый и ровный одинаковый край то есть если вы сейчас перевернете вот в эту сторону начнете вязать а следующий ряд перевернете вот в эту сторону и начнете вязать то у вас он будет то такое то такое то есть вот этой вот ровненькой боковой стороны не получится поэтому я переворачиваю краем как бы туда в сторону и ковром к себе вот таким образом теперь нам нужно сделать петлю подъема и забрать вот эту вот ниточку можно ее просто перекрутить сейчас с нитью которую которую у нас рабочие вот видите да я просто ее туда завела за ниточку и сейчас делаю петлю подъема все у нас вот эта ниточка ушла на заднюю сторону и теперь мы ее проложим вдоль ряда следующего и будем связывать в вязание то есть вот мы сделали петлю подъема вот у нас первый столбик то есть первая вот эта вот галочка петель косичка под нее мы вводим за обе дольки косички и вводим петлю точно также провязываем столбик без накида вот у нас появилась первая петля цепочки дальше следующий столбик смотрим вот они у нас две дольки косички под них заводим крючок выводим петлю провязываем вот появилась вторая петля и второй столбик сформировался 3 петля вот эта косичка она еще называется крышечка столбика сейчас мы будем когда начнем вязать узор про эту крышечку столбика говорить сейчас в данный момент нить вот это нить с хвостиком она у нас прокладывается внутри вот этих столбиков то есть ее нигде не видно ни с изнаночной стороны не с лицевой придерживаем ее вдоль вязания и следим за тем чтобы она оставалась там внутри столбика внутри нашего вязания таким образом мы вяжем следующий ряд до конца так и так довязала следующий ряд до конца то есть смотрите вот здесь вот не пропустите не потеряйте последний столбик надо сделать вот она у нас крышечка столбика наша так сказать косичка последняя вот ведь если ввели сюда крючок уже видно что здесь вот так перпендикулярно стало все вот сюда вводим крючок и провязываем последний столбик петлю подъема можно сделать сразу же после того как вы провязали последний столбик лана проверить что все столбики провязаны ведь как получилось все ровненько никакого скоса не получилось далее вспоминаю как делала разворот то есть если я вот так вот сделаю то у меня край получится ко мне ковер в сторону я делал наоборот краем туда сторону и ковром к себе вот в одну сторону сделали в эту же сторону везде поворачивайте свое вязание и здесь у нас получается видите такой ну вот потом я покажу уже когда сформируется несколько рядов этот край будет виден все завожу под первую так сказать крышечку столбика первый столбик провязываю дальше 2 и хочу вот вам что показать то есть как вы уже видите да я достаточно свободно вижу тут я хочу вам сказать не затягивайте столбики если вы будете делать вот так то есть вот вытащили петлю и сразу же ее провязали у вас будет очень курса и такое вязание я делаю смотрите какой операции то есть я вытащила и вот эту вот петельку приподняла пусть она такая длинненькая будет вот если у вас будет свобода вот в этой петле дальше мы провязываем столбик тут мы следим за тем чтобы крышечки у столбиков были одинаковые не вытянутые ну и не затянутые соответственно то у нас смотрите вот это вот петля которую мы вытягивали и приподнимали она такая вещь видите как бы пухленькая получается вот поэтому показываю вам чтобы у вас тоже ведь и чтобы вот эти вот столбики не были затянутыми и курсами все вижу точно также провязываю все свои пять рядов то есть увидимся сейчас тогда когда будут у меня провязаны мои вот эти вот пять начальных рядов окантовка ковра и так провязала пятый ряд сделала петлю подъема разворачиваю так как в каждом ряду и смотрите вот он уже формируется вот этот вот боковой боковая вот эта вот страна с такими как бы зубчиками что ли они такие аккуратные одинаковые и все будет ровненько и красиво выглядеть все пятый ряд мы провязали я вернее дальше будем вводить белый цвет и смотреть уже на схему я надеюсь вам видно то есть изначально вот здесь вот из пяти столбиков также будет вот это вот кайма то есть это пока еще не раппорт узора поэтому я провязываю 5 столбиков обратите внимание петлю подъема я не считаю никогда вот первый столбик второй столбик 3 4 5 теперь смотрите дальше у нас идут 9 столбиков точно также серого цвета то есть мы будем вывязывать вот этот угол значит я продолжаю вязать серым цветом 1 2 3 4 5 еще 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 9 столбик я не довязываю то есть вот у меня остались две петли на крючке почему потому что следующий столбик будет белым и вот эта крышка столбика которую сейчас я закрою вот эти две петли она уже будет находиться над следующим столбиком поэтому сейчас я беру нить белого цвета подвожу к работе и захватывая вот эту вот белую ниточку закрываю столбик на 3 подтягиваем короткий хвостик образовался подтягиваем серый так чтобы тут столбик ровно красиво остался подтягиваем белый укладываем серый и белый вдоль ряда сейчас нам надо чтобы вот этот вот хвостик белого никуда не выскочил а спрятался серым мы пока вязать не будем он тоже у нас пойдет внутри ряда а вот этой белой ниточкой рабочий я продолжаю вязать здесь мне нужно провязать 10 столбиков белого цвета все продолжаю белым 10 столбиков вяжу как вы видите эти у нас внутри узора остаются и серая нить рабочие и белый вот этот хвостик который у нас сейчас который мы ввели в работу так раз два три 4 5 6 7 8 еще 2 9 10 снова 10 столбик я не закрываю тут у меня один серый столбик подхватываю серую ниточку и смотрите когда вы будете вот так вот провязывать нить оставлять внутри работы эту ниточку чуть-чуть надо подтянуть вот теперь перехожу на серую ниточку закрываю вот этот столбик вот видите тут у нас закончился столбик а это уже крышечка она пойдет на следующий следующий у нас будет серый провязываю его снова не заканчиваю потому что он у нас тут один следующий белый подхватываю белую нить провязываю этот столбик заканчиваю снова белый идет у нас закрываю его серым и вот что у нас получилось видите серые столбики потом пошли 10 белых один серый один белый дальше у нас идут 10 столбиков серого цвета белый прокладываем внутри работы провязываем серым так пересчитаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять это 10 я не закрываю этот столбик белый у нас на длинное расстояние проходил внутри столбиков поэтому я его слегка подтягиваю и закрываю этот столбик нитью белого цвета дальше у нас по узору идут 9 столбиков белых провязываем их помним о том что у нас серая рабочая нить проходит внутри столбиков и мы ее придерживаем так вот мне надо сейчас найти какую-то коробку в которую влезет оба вот этих вот обе бабинки так 34 и так далее в общем все смотрите у нас закончился раппорт узора то есть следующий либо вы берете следующий листочек где его распечатку дам на четыре листа либо вы просто-напросто понимаете что у вас снова начинается тот же самый рисунок и вот отсюда начинается 9 петель вернее 9 столбиков серого цвета и поехали вот до сюда дошли встречаемся в следующем ряду когда я закончу второй раппорт провязывать и так у нас завершился второй раппорт у меня я прошла 9 вот этих вот столбиков связала и если мы посмотрим на вот эту большую общую схему вот они эти 9 столбиков дальше идет 5 столбиков вот этой окантовки смотрите что я делаю то есть я белую нитку не гоняю до конца я ее заканчиваю и оставляю вот здесь где у меня заканчивается последний белый столбик так вот сейчас я закрываю оттягиваю до серую ниточку закрываю вот этот столбик и дальше буду вязать серым цветом а вот эту вот белую нить я прокладываю сюда вперед вот эта ниточка у нас останется как бы заработать там где ей нужно будет быть все белой ниточкой в этом ряду мы уже не будем пользоваться поэтому она остается здесь дальше я провязываю вот эти пять столбиков окантовки тут уже все понятно никаких сложностей возникнуть у вас не должно провязываем до последнего столбика смотрим чтобы у нас край был ровный и красивый перпендикулярные основанию вяжем петлю подъема и разворачиваем вязание тут вспоминаем да с этой стороны то есть у нас сейчас там где белый квадратик мы вяжем находимся здесь у нас пять столбиков окантовки и дальше уже пошли белые столбики было у нас 9 столбиков стало 8 здесь неизменно осталось здесь тут два давайте на более большой схеме посмотрим тут у нас два белых тут снова два черных здесь у нас снова неизменно 10 и дальше 8 то есть на одну на один столбик меньше 8 потом идет второй раз рапорт и уже пять столбиков окантовки смотрите сейчас я вам покажу вот мы с вами провязываем наши пять столбиков окантовки со стороны белого треугольничка до 45 вот то есть мы не довязываем пятый столбик подхватываем белую нить вот видите она у нас теперь тут там где она должна быть не где-то здесь болтается или еще где-то вот там где она должна быть провязываем основание столбика и вот у нас получились пять столбиков окантовки на месте дальше мы меняем цвет и вяжем белые столбики как вы помните по схеме их восемь штук я не перекрещиваю нити так чтобы вот здесь вот был перехлёст и перекрещивание именно то вправо эту в левую сторону я решила что я буду перекручивать лучше свои бобины сейчас я их поставлю в коробку большую из-под обуви в чистую коробку они у меня там будут во первых правильно подаваться нить будет во вторых я их просто вот так вот вместе с коробкой буду крутить в ту сторону чтобы вот это вот перекрещивание в нитках раз распуталась развязалась все дальше уже для вас ничего нового не будет я в принципе все рассказала то есть напоминаю где мы вот видите я не довязала этот вот видите то есть тут у нас было 9 столбиков стало 8 и здесь уже прям видно вот они 9 я довязала 8 то есть вот этот столбик не не надо было довязывать я его заканчиваю серой нитью все дальше продолжаю серым то есть вот так мы меняем ниточки я показала как это делать показала как вот здесь вот оставлять в конце ряда белую ниточку как ее подхватывать в принципе вы дальше справитесь просто смотрите на схему как располагаются оттенки и вяжите столбики все в каждом ряду одинаково девочки вот так это выглядит смотрите я уже провязала получается чё 5 рапортов планировала 6 но вот решила примерить по месту вот так вот в принципе вот уже до ножки довязана и каем очку тут если связать вот эту серенькую то можно заканчивать но раз вот здесь вот у меня тумбочка не у начала и ковер здесь с этой стороны продолжается то я наверно продолжу продолжу и еще один рапорт наверное свяжу так девочки смотрите я пока вижу рядом со мной стоит коробка из которой так сказать подаются нити да вы видите они подаются именно так как я вам рассказывала и еще я вам говорила о том что я не перекручиваю вернее не смотрю затем как меняются местами шнуры а потом когда у меня вот эти вот две нити между собой перекрутились сильно да не сильно сейчас данный момент не в тот момент я снимать начала но не важно я беру и смотрю в какую сторону они у меня перекручены и просто вот так вот в коробке их оба два вот этих вот так сказать катаю и они у меня вот эти вот ниточки разматываются то есть проблем никаких но зато я вижу так как мне удобно подавать ниточки в работу вот все что я вам хотела сказать заканчиваю уже свое вязание то есть сейчас у меня провязана ровно 12 рапортов как я и планировала как по схеме и сейчас хочу знаете что сделать вот в этом месте в самом начале где у меня без внутренней так скажем нитки и столбики вот это место я смотрю сильно растягивается я его хочу поправить попробовать поправить паром посмотрю как это будет выглядеть насколько она так сказать в поправленном виде зафиксируется да и вроде как у меня остается серый еще вот как будто достаточно в матке еще намотки я думаю мне хватит на пять рядов и если паром у меня не получится это все исправить то тогда я возьму иголку с широким ушком вставлю вот эту вот ниточку и прям вот туда в середину вот этих вот столбиков пройдусь и протянул серую ниточку для того чтобы здесь зафиксировалась все у меня в том так сказать состояние как мне нужно потому что мы вот здесь вот все столбики фиксировали да то есть у нас там внутри проходит ниточка и мы еще их подтягивали вот эту ниточку то есть у нас здесь все достаточно жестко получилось а вот этот край немножко хлипенький смотрите это у меня последний ряд с белым оттенком здесь уже ниточка белая у меня в несколько столбиках так сказать зафиксированная им просто здесь вот обрезаю и продолжаю вязать пять рядов оставшиеся серым цветом графитовым то есть все белый оттенок больше не не понадобится и так последняя значит последний столбик последнем ряду в крайнем ряду и сейчас значит я вот через последнюю петельку вытащила хвостик уже обрезала его беру иглу с большим ушком продеваю через нее шнур через ушка через него и вот так вот столбиках предыдущего ряда вот этого последнего ряда вот так прохожу прямо внутрь столбиков и достаем вот так вот шнур выравниваем все можно дальше протащить его вот все выравниваете уголочек и хвостик вот этот вот если не получилось протащить до конца его спрятать то можно тут в принципе обрезать все мой ковер готов иду отпаривать ну вот посмотрите после отпаривания все встало на место то есть все столбики выровнялись ничего страшного если даже чуть-чуть под вытянется это все исправляется потом отпариванием все ровненько я прям по сантиметру все вымерила вот все уголочки все все у меня хорошо и сам коврик конечно после отпаривания такой красивый ровненький становится девчонки получилось что-то невероятно красиво вы только посмотрите как хорошо смотрится этот коврик моей прихожей обещала вам в конце ролика сказать про расход на этот коврик у меня ушло три бобиночки бухточки как-то моточка белого цвета и 4 мотка графитового цвета то есть вот такая красота всего семь мотков ширина моего коврика 85 сантиметров ровно а длина получилось 139 сантиметров ну грубо 140 если округлить мне до такой степени понравился мой коврик что я решила не останавливаться я решила что мне нужен такой же коврик в комнату только чуть чуть пошире для этого ковра я взяла 3 раппорта в ширину смоки что сидим бери давай крючок вижу что просто так-то сидеть или ты охраняешь умничка моя вот в общем скоро у меня и в комнате будет такой же коврик